Также я сейчас буду еще пробовать устанавливать вот этот фигурный винт вместо вот этого родного. Для этого нам понадобится скоба для боевой пружины, которая сюда задвигается. Установка скобы будет проходить вот так вот. Это я ее сейчас пока только сюда прикинул, чтобы показать, как это дело пойдет. Левая часть скобы, она останется, так как она здесь должна зацепляться за раму. А вот с этой стороны, вот эту часть скобы надо будет спилить. Вот с этой стороны есть бортик, за что она цепляется. А с этой стороны все равно ей цепляться не за что. Мешает она магазину. Здесь вокруг баллона проходит свободно, а здесь вот несовместимость. Накладывается одно на другое. Поэтому вот эту сторону надо будет спиливать, стачивать. Видео мне попалось по установке скобы на ютюбе. Ссылочку у человека прикреплю. Может быть будет вам полезно, но вот здесь постараюсь вам более детально показать эти моменты. Просто после с точки этой стороны держаться будет на одной стороне. И далее при сборке прижмется рукоятью, закрутится винтом. И по идее никуда ничего деться не должно. Все, буду экспериментировать делать. Пошел пилить. Сточил правую сторону скобы. Вот так теперь выглядит. Вот этот вот винт убираем. И задвижку пробуем задвинуть. Плотно идет. Просто так не поддается. За кадром попытаюсь ее как-то туда задвинуть. Или не знаю, каким-то таким макаром. По макарову по ходу постучать. Применил немного закадрового насилия. В кадре это было делать неудобно. Взял плоскогубцы, пассатижи. Зажимал вот здесь. И с небольшой раскачкой задвигал в сторону посадки. Вот сюда вот. Так что все, село здесь. Давайте вместе собирать дальше. Фигурный винт. Там в рукояти он флажок, который должен фиксировать его. Не просто так давать ему вращаться. Это я вот показал, что он там не прокручивается просто так. Подтянул. Здесь вроде все как родное. О, плотное какое. Прям вообще здесь сейчас нет люфта. Отлично все сидит. Посмотрим, как магазин ставится. Угу. Встал. Все на месте. Отлично. Все. Шикарно. Все получилось, ребят. Все. Видео подглядел на канале HTMAS. Так что спасибо тебе, дружище. Твое видео было полезным. Рассылаю твои рекомендации далее, ребятам. Так что пользуйтесь. Устанавливайте. Теперь прям полный аналог боевого. За исключением одно но. Вот этого винта. Что-то где-то как-то у кого-то на фотографиях видел, что все-таки сюда фрезерованную пятку как-то ставят, которая закрывает винт. Если есть у кого советы, рекомендации, как это дело сюда установить, чтобы винта не было видно, дайте, пожалуйста, ссылочку или рекомендации. Напишите, кто этим занимался, кто переделал пяточку магазина. Но, в принципе, все по внешнему тюнингу, кроме вот этой пяточки, у меня все готово. Спасибо вам за просмотры, за активность. Что надо, кому спрашивайте. Буду отвечать в комментариях. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok